Всем привет! Привет, я Александр Сыпкин, ведущий программы «Пять книг», ведущий временный с разрешения благословения Веры Плосковой. Здесь мы собираемся, чтобы с известными читателями обсудить известных писателей, их любимые и самые важные пять книг. Сегодня этот интересный собеседник мой друг, это мне особенно приятно. Радислав Гондопас, один из самых, если честно говоря, не самый известный бизнес-тренер в стране, автор, по-моему, 11 книг, спикер, лектор, коуч. Ну, мне кажется, жизнь наша в стране была бы не настолько структурирована, если бы не Радислав. Лучшее интро, которое я когда-либо слышал в жизни. Прекрасно, хорошо. Спасибо. Тем не менее, несмотря на то, что мы с тобой знаем друг друга столько времени, только готовясь к эфиру, я узнал, что ты был. Я знал, что учитель русского языка и литературы, и мне особенно приятно, потому что ты ходишь на мои спектакли. Но спасатель на морском курорте, да ты просто спасатель Малибу. Ну, типа этого, да, в красных плавках, там все как положено с подкачанным торсом, вот так, такой походкой, я там бежал по песку и греб на ялике. Ты хоть раз спас кого-нибудь? Ну, было дело, да. Было дело, да? Ну, лично нет, потому что это мероприятие групповое. Ну, неважно. Там есть роли расписаны, и такого не бывает, что, ох, я увидел тонущего, так только бывает в кино. На самом деле, когда обнаруживают тонущего, то все действуют по определенному протоколу. Ага. И там на квадратах и так далее. Сейчас такого нет. Сейчас такого нет. Сейчас служба спасения на воде, ну, практически отсутствует. Да ты что? То есть каждый купается на свой страх и риск. Подожди, а это в советское время, что ли? В советское время совершенно верно, после армии. Ты какого года рождения? 67-го. 67-го? Я из армии пришел, летом ничего лучше не мог придумать пока. Я не мог сидеть без дела. Ага. Я пошел работать спасателем. Потому что когда я... Это где было? В Одессе, конечно. В Одессе? В Одессе, ну, я же в Одессе. Ты Одессе? Когда я демобилизовался, я приехал, у меня были такие ожидания, что сейчас меня встретят, я брошусь в объятия друзей, которые тут же начнем пировать. Ага. И до сентября я буду рассказывать о том, как я служил. Я приезжаю летом, никого нет. Кого-то призвали в армию к тому времени, кто-то переехал в другой город, кто-то, услышав мой голос, вообще не обрадовался. А я-то думал, что сейчас никого нет. Ну, вот это томительное чувство одиночества и бездействие, от которого я отмык в армии, заставило меня искать где бы, куда бы и так далее. Ну, и отец подсказал. А тем не менее, учитель русского и литературы. Во-первых, тебя ученики, они боялись или любили? Нет, ну, не боялись точно. Стыд и страх – это две эмоции, на которых в основном базировалась вся методика преподавания в советской школе. Я себе взял за правило исключить страха и стыда. Это очень легко. С помощью страха и стыда управлять вообще нефиг делать. Это очень легкая задача. Настоящий педагог идет сложным путем. Мне нужно было интерес, гордость, когда вот раз, ответил на уроки, и я так, молодец, ух ты, молодец, какая мысль. И он так гордится, и вот эту гордость он хочет повторить еще раз, и он смело потом высказывает какое-то мнение суждения. Не должно быть скуки, должно быть интересно. А значит, нельзя заставлять детей пересказывать содержание прочитанного. Да и вообще зачем? Наш мозг не создан для хранения информации. Он создан для креативности, для выработки нового, а не для повторения старого. Поэтому никто не пересказывал, а нужно было... Я выбросил какие-то вопросы нестандартные, да, и нужно было додуматься, ответить. Причем это были вопросы, на которые не было готового ответа у Белинского или у какого-нибудь еще критика. Это что-то, что нужно было родить в моменте. Ну и третье самое важное. Детям совершенно все равно, о чем страдают люди в конце 19 века. Как там верхи не могут, низы не хотят или наоборот. Им интересно что? Одна вещь. Любовь и все, что с ней связано. Это подростки. У меня были старшие классы. И поэтому мы ко всей литературе подходили через вот это, через эротику, короче говоря. Через отношения. А там уже мы накручивали и противоречия, и все такое. У меня, кстати, дети Олимпиады выигрывали по литературе. А сколько ты работал? Да два с половиной года. Всего ничего. А ты не хотел открыть школу лидерства для детей? Я в какой-то момент понял для себя, что моя аудитория взрослая, что мне андрогогика, это наука об обучении взрослых, удается больше, чем педагогика. Андрогогика. Есть педагогика обучения детей, есть андрогогика обучения взрослых. Да ты что? Да. Друзья, запоминайте новые слова, благодаря которым вы блеснете в компании. Да. Педагогика и андрогогика. И у них есть несколько принципиальных отличий. Первое заключается в том, что дети не мотивированы учиться, они мотивированы играть и развлекаться. И, соответственно, обучение это всегда либо насилие, либо такой энтертеймент. Да, я понял. И в пионерском лагере постоянно обучение происходит через энтертеймент, в школе происходит через насилие. Ну, как правило, конечно, я не хочу сейчас огульно все школы раскатать катком одним. У взрослых людей мотивировано учиться. Если взрослый человек не мотивирован, его заставить нельзя. Насилие невозможно. А вот энтертеймент прокатывает, как и у детей. Но, в принципе, взрослого человека, если даже не развлекать, он все равно учиться будет, потому что ему нужно, он это осознает. И он будет стараться. Мне нравится работать с теми, кто старается, кто хочет, а не с теми, кого нужно заставлять, как-нибудь там дисциплинарные моменты и так далее. Конечно, это можно интерпретировать как слабость с моей стороны, потому что работать с детьми сложнее всего. Переходим постепенно к книгам, но до этого мне очень понравилась твоя цитата. До этого я хочу про нее поговорить. Книги, которые вам понравились и книги, которые изменили жизнь, это разные книги. Как правило, да. Объясни, в чем разница. Это как с людьми. Наши наставники довольно часто, это не те люди, чьи методы нам симпатичны. Потому что нам приятен комфорт, нам приятно удовольствие. Изменение, это всегда дискомфорт. И книга, да, ну это неизбежно. Стресс, признак развивающихся систем. Это Академия Кухтамской. Стресс необходимы условия развития живой материи. Это уж не помню, но это аксиома. Значит, изменение, это стресс. Неизбежно. Так вот, люди, которые нас меняют, и книги, которые нас меняют, иногда вызывают у нас дискомфортные ощущения. Мы вдруг понимаем, что, ё-моё, наш ресурс, мой ресурс позволил бы мне большего достичь. А я вот, читая эту книгу, понимаю, чего бы я мог достичь, а не достиг. И это неприятный вывод. Это разочарование и сожаление. Конечно. А когда читаешь приятную книгу, в которой написано, ты молодец, там, всё получится, вселенная любит тебя, ты читаешь и такой, во, со мной всё хорошо, со мной всё в порядке. Ну что, пять книг, которые ты принёс, несмотря на то, что ты учитель, казалось бы, литературы и русского языка, ты принёс только одну книжку, которую можно отнести к художественной литературе. Правильно я понимаю? Ну, классики, да. Классики. Это «Гоголь. Мёртвые души». Читаем нашего редактора. «Мёртвые души» поэма Николая Васильевича Гоголя. Изначально автор задумывал три тома. Первый был издан в 1842 году. Рукопись второго тома «Гоголь сжёг», сохранилось лишь несколько глав в черновиках. Третий том начат не был. Сюжет предельно простой. Да примитивный даже, я бы сказал. Знаешь что? Роуд-муви. Человек ездит из дома в дом, и там происходят какие-то диалоги. Больше никого действия не... И собирает мёртвые души. И собирает мёртвые души. Конечно, предельно простой сюжет. В уездный город Энн приезжает молодой авантюрист Павел Иван Чичиков. Он наносит визиты первым лицам, губернатору, чиновникам и пометчикам. Каждого из них он пытается расположить к себе, чтобы затем купить у них мёртвые крестьянские души. В какой-то момент авантюра выходит из-под контроля. Чичиков покидает город. Роман произвёл сильнейшее впечатление на современника Гоголя. Принято читать, что это новая эпоха в русской литературе. Полностью согласен с последним предложением нашего редактора. Итак, почему из всей библиотеки художественной литературы, уверена она у тебя большая, ты выбрал именно мёртвые души? Слушай, не знаю, я раз в 15 читал, причём читал даже в прижизненном издании Гоголя. Я наслаждаюсь каждым словом. Я смакую эти фразы, выражения. Мне кажется, что из наших современников преемник Гоголя – это Жванецкий. Вот их язык предельно близок. Даже я бы сказал так, Гоголь, Зощенко, Жванецкий. Вот такая линия. Это какая-то вот из шинели Гоголя эти ребята выросли. Скажи, пожалуйста, сегодняшний Чичиков, он какой? Это абсолютно современный герой. И сегодня не только коррумпированные чиновники, например, делают такие операции с мёртвыми душами, мёртвыми объектами недвижимости, мёртвыми стройматериалами, мёртвым асфальтом и прочими явлениями, существующими только на бумаге, которые приносят потом совершенно конкретные деньги в карман конкретным людям. Таких героев масса. Дело другое, что настоящий писатель, он ухитряется злодея сделать симпатичным, а добропорядочного гражданина отвратительным и отталкивающим. Вот так и здесь. Чичиков самый симпатичный герой поэмы, при том, что он абсолютно аферист и занимается аферами всю свою жизнь. И вот сейчас он додумался поднять свой социальный статус, купить крестьян, под них получить в Сибири землю под несуществующих крестьян, стать землевладельцем, соответственно, дворянином, поднять социальный статус просто за счёт несуществующих. Получить землю, которую обрабатывать не будет некому. У меня сразу несколько вопросов, я готов про Чичикова рассуждать сколько угодно, потому что в том числе им и вдохновлялся, когда писал своего Славика. Ага. А номер один... Вот твой Славик, кстати, Чичиков. Ну, своего рода. Своего рода, да. Только у него не мёртвая душа, а вполне живые тела. Вполне живые тела. Как ты думаешь, почему у Чичикова в итоге план-то не сработал? В американском кинематографе есть правило, зло всегда должно быть наказано. Как бы оно ни торжествовало в течение 26 серий, в конце оно должно быть наказано. Для того, чтобы сформировать устойчивый стереотип у зрителя, что вот если ты делаешь что-то наказуемое, то ты и будешь наказан неизбежно. Неотвратимость – основа юстиции в США. Да. Я думаю, что Гоголем двигала та же идея. Зло должно быть наказано, во-первых. Во-вторых, ну а сюжет? Должен же быть сюжет, должна быть развязка какая-то. Если развязка заключалась бы в том, что ему удалось всё это провернуть, то как бы читатель разочарованно развёл бы руками. Именно нужен закон маятника, да. Вот вроде бы всё хорошо, вдохновенный успех и так далее. Хоп. И неожиданно. Из-за глупости же. Он же строил всю свою схему на глупости людей, к которым он обращался. И эта же глупость заставила их измыслить, какой-то чушь на него навесить, наговорить. Всё это раздулось моментально в эту историю о том, кто он, чуть ли не Емельян Пугачёв переодетый. Ну, в общем, и всё лопнуло. В ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ-крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвёл в городе совершенно никакого шума и не был сопровождён ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относящиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нём. «Вишь ты», – сказал один другому, – «вон какое колесо. Что ты думаешь, доедет то колесо, если бы случилось в Москву, или не доедет?» «Да, едет», – отвечал другой, – «а в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Откладываем литературу и давай возьмём уже ставшего практически культового автора «Юваль Ной Харари. Сапиенс. Краткая история человечества». Ну, практически в каждом туалете есть эта книжка. Я бы мог сюда и «Хомодеус» принести, и «21 совет для 21 века». Практически всё, что он написал, и «Увольную Харари», я мог принести сюда и положить. Но поскольку условия было только пять книг… Тогда почему вдруг он? Чем он тебя удивил? Вот я прочёл, да. Во-первых, меня крайне интересует, как мы стали такими, какие мы есть. Меня это успокаивает, потому что я понимаю, что у каждого следствия есть свои причины. И если мы таковы, мы таковы. Вот такова структура, вот таковы наши реакции, таковы наши автоматизмы. И поэтому я читаю много о том, как мы деградировали до такого состояния, в котором мы живём. Я даже прослушал курс лекций Стэнфордского университета Роберта Сапольски полностью дважды. Я дважды прошёл его курс. Но единственное, что он об этом не знает, зачётов я ему не сдавал. Но курс выложен Стэнфордским университетом в открытый доступ. В открытый доступ? Да, я с удовольствием посмотрел. Кстати, МГУ тоже выложил в открытый доступ. Большинство лекций своих культовых преподавателей специально сняли в хорошем качестве. Я тоже слушал профессора Петухова и другие лекции. Так вот, это ещё один вклад в понимание нашей эволюции, что ли. Очень многое объясняет. И в-третьих, не только тема важна, а важна, как она подаётся. Авторов много. Много кто об этом пишет, исследователей много. Но Ювель Ной Харари удивительным образом, он философ больше, чем историк или антрополог. И поэтому его книга – это ещё и такой призыв к размышлению, а не просто описание. Вот, у нас мы вот так устроены, у нас вот такие реакции автоматизма, потому что то-то-то. Справочка от нашего редактора, вот такая объективочка, я бы даже так сказал. Ювель Ной Харари, израильский историк, профессор еврейского университета в Иерусалиме. В Иерусалиме, совершенно верно. Свой главный бестселлер «Сапиенс. Краткая история человечества» вот Радислав притащил. Харари состоял из лекций. Ну, я как человек, имеющий отношение к этой замечательной крови, могу сказать, а как иначе-то? Взять лекции, совместить и ещё раз продать. Составилась лекция, которая читал студентам. Как можно догадаться из названия книги? Книга о развитии человечества. В частности, автор выделяет три главные вехи в истории людей. Когнитивная революция, сельскохозяйственная революция и самая молодая, научная революция. Ей всего 500 лет. Критикой книга была встречена неоднозначно. Её называли как обязательной к прочтению для всех глубокомыслящих людей, так и недобросовестной и излишне сенсационной. Да слава богу, что сенсационная. Ты, кстати, с чем согласен? С тем, что она обязательная или сенсационная? Я согласен с тем, что переход к сельскому хозяйству был самым ужасным, что могло произойти с человечеством. Почему мы ели бы сейчас? Ну, вот другой вопрос, что да. И, знаешь, парадокс. Системный анализ о чём говорит? Действие рождает действие, которое, в свою очередь, порождает причину действия, которое было в основе. Сейчас объясню. Для того, чтобы возделывать землю, охотник для того, чтобы мог охотиться эффективно, не мог плодить слишком большую семью, не мог привязываться к одному месту, потому что как только он выедал всё в ареале своего обитания, он должен был переместиться в другое место. А значит, ему не нужно было слишком уж разводить большое количество всякого хлама, там слишком большие библиотеки, слишком большое количество всякой утвари домашней и слишком большое количество людей. С ним сложно мигрировать. Поэтому в семье охотников было двое, трое, четверо детей. Земледелец же для того, чтобы прокормить семью, должен был, конечно, вести оседлый образ жизни. Он строил капитальный дом. Земля-то никуда не денется, она-то всегда при нём. И поэтому ему не нужно было никуда перемещаться, ему не нужна была лёгкость на подъём. Но вдруг выяснялось, что для того, он старел же, ему нужны помощники, чтобы сделать землю. Больше детей. 10, 12, 15, 20. Но дети, рождаясь, имеют скверную привычку начинать есть до того, как они начинают помогать по хозяйству. Соответственно, ему нужно больше работать, чтобы прокормить этих детей. А потом, когда они подрастают, помогают, он уже стареет, ему всё это ни к чему. Как ты закрутил-то. Когда мы гоним-гоним целую жизнь для того, чтобы заработать себе нормальную жизнь, и к старости, наконец, у нас есть эти возможности, но просто в старости нафиг не нужно, деменция быстрее наступает, чем мы успеваем осознать степень своего счастья и успешности. Это я сейчас, конечно, очень усредняю, тем не менее. То есть надо было оставаться охотниками? Нужно было оставаться охотниками, быть лёгкими на подъём, не забивать дом всяким хламьём. Потому что охотнику каждая лишняя тряпка – это абуза при перемещении. А мы сейчас чем занимаемся? В гардеробной уже тряпки вешать некуда, и каждый сезон нам новые тряпки, новые тряпки, новую электронику, новое что-то, квартиры уже такие. Но я сейчас понимаю, некоторые люди, кто живёт в 40 метрах, такие, где это вы видали такую проблему? Ну, в общем, и все. Мы стали грузными, тяжёлыми на подъём. Человеку говорят, ну, вон, в другом городе есть для тебя карьерные возможности. Ой, блин, это ехать, у меня тут я врос корнями и так далее. У охотника нет никаких корней. Где есть поживо, туда он и перемещается. Вот такой лёгкий, крепкий и так далее. Абсолютно верно. Земледельца, брюхо вот такое, он питается углеводами, что произвёл, то и ест. Корову резать жалко, белковую пищу он потребляет редко, в основном напирает на углеводы. А углеводы для нашего организма это убийца, конечно, потому что вот отсюда лишний вес, отсюда целый ряд болезней, ну и так далее. Но он рубает пшеницу, потому что она ему доступна с утра до ночи. Каша, щида каша, пища наша. Нифига, наша пища, это белок, из которого мы состоим, мы из протеина состоим, нам протеин потреблять и нужно в основном. А жир формируется из углеводов, и сейчас все диетологи уменьшение потребления углеводов, увеличение потребления протеина. У охотника такой проблемы нет, его главная пища протеин. И самое главное, христианин, земледелец пашет 24 на 7. Зимой и летом, с утра он встаёт, с рассветом идёт вкалывать и перестаёт вкалывать, только когда он вступает в кромешную. Ну зимой он не пашет, зимой он. Но он пашет, там другая есть работа, за скотиной нужен уход, он просыпается, нужно доить, нужно кормить, нужно принимать роды в этой скотине и так далее. Охотник же притащил животину, семья три дня питается, ему на охоту ходить не нужно. У него куча досуга, у него свободное время, он может заниматься, он может общаться с семьёй, он может отдыхать, он может заниматься гольфом, яхтингом, он может играть в шахматы, читать книги, у него есть на это время. Ну я условно говорю, понимаете, в реалиях сегодняшнего дня. Интересно, да, потому что хранить ему убитые негде, соответственно. А мы работаем как земледельцы, мы, это кажется, вот я сейчас поработаю, поработаю, и потом я всё так организую грамотно, выйду на определённый уровень дохода, и вот там уж я отдохну, и ничего похожего. Ни суббот, ни воскресенье уже нет с появлением смартфонов, мы, нас достают везде, звонками, мессенджерами, почтой, мы везде работаем, мы в отпуске работаем, мы в выходные работаем, мы всё время, и самое главное, у нас голова постоянно работает. Я сегодня утром проснулся, и я понял, что у меня мозг какое-то время уже обдумывает, то есть я проснулся уже на середине какого-то обдумывания чего-то, о чём я думал вчера вечером. Прочитаю цитату. «Способность обсуждать вымысел – наиболее удивительное свойство языка сапиеса». Сам факт, что только хомо сапиенс умеет говорить о несуществующем в реальности, бесспорен, вы не уговорите мартышку поделиться с вами бананом, посулив ей сколько угодно бананов после смерти в раю для мартышек. Прекрасная цитата. А тебе не кажется, что коучинг в чём-то обещает тоже несуществующие и невозможные результаты в обмен на сегодняшние существующие деньги? Что это тоже продажа сказки какой-то? Ну, только частично могу с этим согласиться, потому что действительно для многих клиентов в коучинге цели, которые он обсуждает с коучем, кажутся поначалу недостижимыми. Однако, если не будет какой-то вдохновляющей цели масштабной, коучинг невозможен в принципе, потому что он питается, собственно, энергией достижения вот этого образа будущего, который существует в воображении. И, кстати, в процессе коучинга за полгода или год, сколько там коуч работает, сколько коуч работает с клиентом, цели в коучинге могут трансформироваться. Происходят удивительные вещи. Порой, когда клиент декларирует цель через год, и эта цель кажется ему очень масштабной, что через два или три месяца эта цель становится реальностью, она достигается. Мы очень плохого мнения о своих возможностях. Кстати, в конце 19 века, когда появилась индустриализация и все такое, у работодателей возник вопрос, а действительно ли работники вкалывают на полную катушку или производительность труда может быть выше? Как это проверить? И с помощью экспериментов, которые проводились на разных предприятиях, и грузчики, и работники, которые работают на конвейере, на станке и так далее, выяснилось, что работник сам, по его словам, определяет свою максимальную продуктивность как в три раза меньшую относительно его реальных возможностей. Он сам объективно. Эксперимент очень интересный, он повторялся много раз, трансформировался. Мы в целом о себе плохого мнения. Ты даже? И, наверное, и я. Я же живой человек, я же сапиенс. В среднем в три раза меньше мы оцениваем свои возможности. 70 тысяч лет назад хомо сапиенс все еще был незначительным животным, жившим своей жизнью где-то на задворках Африки. В последующие тысячелетия он преобразился во владыку планеты в ужас экосистемы. Сегодня он стоит на грани превращения в бога, обретения не только вечной молодости, но и божественной способности творить и разрушать. Значит так. Алан Пис, ну хотя, вот смотрите, вот такой мелкий, недостойный мыслящего человека, как говорили в известном фильме, сексизм в исполнении Радислава Гондапаза. Написано, Алан и Барбара Пис. Да я не верю, что Барбара там писала. А он кто говорит? Алан Пис. Мне кажется, он свою жену продвигает. И что? Она вдохновляла. Не занимаемся ли мы с тобой тем же при каждом удобном случае? Занимаемся. Что любишь, то и продвигаешь. Конечно, конечно. Называется «Проверенная методика достижения недостижимого». Ответ. Я не понимаю, что из них название книги, что нет. Слава богу, у меня есть редактор, который меня всегда спасет. В оригинале просто вот так называется. А вы знаете, редактор, наконец, поленился. Редактор, наконец, то ли загулял. Ну, в общем, две строчки написал вместо обещанных четырех абзацев. Автор этой книги, гуру психологии, Алан и Барбара Пис, все-таки автор-то у нас женщина, редактор, поэтому она-то Барбару не забыла, рассказывает про научно обоснованную методику, которая поможет добиться успеха. «Куда двигаться дальше? Чего я на самом деле хочу от жизни? И как это получить?» Ответы на эти и другие вопросы внутри говорят авторы. О чем книга? Чем ты тебя так зацепила? Книга – это мемуары. Я вообще не понимаю, как эту книгу пытаются продавать, как какую-то пошаговую методику достижения успеха. Книга не про это. Книга с дыркой, надо сказать. Потрясающие, потрясающие мемуары. Должен сказать, что с автором я познакомился следующим образом. А ты знаком с ним? Да, примерно лет 30 назад я прочитал его книгу «Язык телодвижения» и все такое. Это меня потрясло. Я не знал о взаимосвязи явлений, таких как тело и там наши чувства, эмоции, влияние, как читать человека, как открытую книгу. Я из этой книги взял кое-что для моих тренингов тогда, которые я только начинал, когда проводить, экспериментировал. Если бы мне сказали, что когда-нибудь я буду с автором выпивать и закусывать, я бы не поверил ни за что в жизни, потому что Аллан Пис был полубожеством. И Аллан, несмотря на такую звездную, в общем-то, судьбу, очень открыт, дружелюбен. Он ездит на метро в Москве всегда. При том, что может себе позволить майбах с шофером и охраной, которая ему положена. Он тут пропагандирует некую ретикулярную активирующую систему, от которой зависит, успешно или неуспешно складывается жизнь человека. Да, ретикулярная формация мозга обслуживает наши доминанты. Когда у тебя возникает какая-то маниакальная идея, ты, например, придумал какой-то сюжет, и что начинает происходить? Ты вдруг начинаешь всюду что-то слышать как-то с этим связанное, какие-то фразы, обрывки разговоров, какого-то человека, который как будто бы точно воспроизводит твоего героя. У тебя впечатление, что каким-то чудесным образом вселенная посылает тебе. Вопрос у меня в другом. Это ретикулярная формация мозга, да. А все ли должны быть успешными? Все ли должны быть красивыми, богатыми? Вот у нас сейчас культ успеха. Абсолютный культ успеха, который достаточно, во-первых, относительный успех. Ты не понимаешь, а что является индикатором количества машин, одежды. Я бы сказал, невроз успеха. Невроз успеха. Все друг друга сравнивают, все друг с другом сравниваются. Тебе не кажется, что мы несколько зависимы от этой религии успеха? И что книжки такие тебя еще больше вгоняют в зависимость от желания стать успешным? Ну, давай посмотрим, где эти книги написаны, в какой культуре, и в какой культуре они читаются. У нас культура первоначального накопления капитала, затянувшаяся еще с начала 90-х годов. И ей свойственна вот эта вот история, индикация, мерить людей, подносить линейку. И там, сколько на тебе Прада, сколько на тебе Зары. И измерять степень твоей успешности. Сколько на тебе Роликсов, сколько на тебе, ну и прочих атрибутов успешности. Это свойственно этому времени. Он же написал, он австралиец, написал из культуры более зрелой. Если ты увидишь его в Москве, ты не увидишь никаких атрибутов статуса. При том, что он один из самых успешных инвесторов в недвижимость в Австралии. И он очень богатый человек. Ему принадлежит целый остров. На этом острове ресторан, фитнес-центр, где он живет со своей семьей. И к ним приезжают повара, тренеры и туда, и так далее. А что такое успех? Вот правильный успех. Это определяется культурой, временем и местом, индикаторы в зависимости. Как будто детей с их воспитал. В современном. Чтобы они были успешными. Нет. Что они должны подразумевать под успехом? Ну, если композировать его на более или менее материальные вещи, успех. Успешность зависит от образования. Но и образование само по себе является индикатором успешности в мире будущего. Так, образование? Сейчас нет. Сейчас молодые, богатые, 20-летние миллионеры, которые не закончили школу, их много. И там образование, эрудиции, речь не идет. Однако это им не мешает. Но успех не может складываться только из одной финансовой составляющей. Успех без личного счастья, без удовлетворенности жизни, мне кажется, должен быть обесценен раз и навсегда. Успех может способствовать удовлетворенности жизнью, а может противоречить. И человек вынужден жить не свою жизнь, чтобы оставаться успешным и сохранять этот имидж. Ваше сознание мыслит не словами, оно мыслит картинками. Вот почему ваши цели должны иметь кристально четкое описание в письменной форме. Если, к примеру, вы записываете цель «я хочу быть богатым», из этого мало что выйдет, поскольку ваш разум не в состоянии вопросить, как это будет выглядеть. Это слишком расплывчато и туманно. Однако, если вы напишите «к 1 июля такого-то года у меня будет миллион долларов в чистых активах», то ваш разум сможет представить эту картину и начнет искать способы ее реализации. Следующая книга известная, наверное, мало кто не слышал названия, но немного кто читал. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Слово нашим редакторам. Эрик Берн – знаменитый американский психиатр и психоаналитик 20-го столетия. Он создатель направления психотерапии под битиеватым названием «трансакционный анализ». «Транзакционный». Так, одним словом читаю. «Транзакционный». «Транзакционный». «Транзакционный анализ» подсказывает с соседнего кресла. «Транзакция – единица коммуникации между людьми». Именно разработка этой теории принесла ему мировую славу. Книга «Игры, в которые играют люди» вышла в 1963 году. Играми автор называет различные поведенческие сценарии, которые люди бессознательно разыгрывают в общении друг с другом. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, мы в общении с друг с другом, ты и я, играем в игру? Конечно. Какую? Ну, надо посмотреть, там ограниченное количество у Эрика Берна, но любое интервью – это игра по определенным правилам. Они не написаны нигде, но мы их бессознательно воспроизводим. И у тебя есть своя роль, у меня своя роль в этой игре. Если я пойду поперек этой роли, то интервью рассыпется, оно будет просто невозможно. Ты знаешь, в чем прелесть этой книги? Когда думаешь, так, в моей жизни что-то не так происходит и так далее, а потом заглядываешь эту книгу, ишь, елки-палки, я точно иду по сценарию вот по этому. Да что ж такое? Причем тебе кажется, что все неправильно себя ведут и играют, а ты один правильный и молодец. И вдруг выясняется, что это игра, в которой все играют свои роли очень правильно, и у нее есть определенный финал. И как и в литературном произведении, есть свои противоречия, есть своя драма, есть своя завязка, развязка и конфликт. В основе любого сюжета лежит конфликт. Не мне тебе рассказывать, литератору. Поэтому в основе любых вот таких игр, которые играют люди, есть конфликт. Мы вроде бы за то, чтобы изжить конфликт из нашей жизни, чтобы жить в любви, дружбе и согласии. Поменьше бы конфликтов. Но в каждой из этих игр есть конфликт, и боюсь, что мы сами закручиваем эти конфликты бессознательно. Читаешь Эрика Берна и видишь, что что-то вот выше, какие-то программы управляют нашим поведением, и становится легче жить. Интересно. А скажи, пожалуйста, вот такая тема здесь взята, очень острая в этой книжке. Игра под названием «Алкоголик». Вот как описывает ее Эрик Берн. Трансакционное целепьянство, помимо личных удовольствий, которые оно приносит. Мне это, кстати, было абсолютно удивительно. Создать ситуацию, в которой ребенок, с большой буквы, ну в смысле внутренний ребенок, мог быть строго отруган не только внутренним родителям, но и любой, оказавшийся поблизости, и с нисходящей добра неродической фигурой. Поэтому терапия в этой игре должна сосредоточиться не на самом пьянстве, а на следующем после запоя утре нужно отучить алкоголика заниматься самобичеванием. Никогда не думал, что люди могут пить для того, чтобы потом быть разнесены в пух и прах какими-то окружающими. Да они сами себя поедают так, что никакие окружающие не нужны. Вообще, можно ли справиться с чувством вины, навязанным тебе обществом или самим собой, и перестать заниматься вот этим самоедством, прямо в смысле слова? Я бы сказал так, если женщина хочет отучить мужчину от алкоголизма, она утром должна заботливо приносить ему все, что может облегчить его страдания, и говорить ему, не переживает. Ну а куда ты мог деться? Сейчас времена такие, кто не пьет, тот не... И постепенно нужно отучить алкоголизма, который не связан пока с химической зависимостью, а только с психологической. А утром, что делает жена? Она начинает его обвинять, в чем-то упрекать, и уж никак не облегчает его страданий. И он получает вот эту порцию. Смотри, почитая Шерика Бёрна, складывается ощущение, что мы запрограммированы, так или иначе, подсознание за нас выбирает те или иные сценарии. Можно ли это изменить? Можно ли перепрограммировать себя и пойти против системы, и против господина Бёрна в частности? Мы же этим и занимаемся, собственно. Любое обучение и развитие – это попытка выломить себя из природных программ. Но только из тех программ, которые мешают нашему успеху, счастью, благополучию, а не из тех программ, которыми мы наделены ради выживания. Тут еще проблема в том, что программы, которые нам природа зашила на жесткий диск, эти программы все так или иначе ведут к выживанию. Но в современном мире выживание перестало быть доминантой. Выживание – это что-то, что является данностью. Мы организовали свою жизнь так, что нашей жизни ничто ежедневно не угрожает. У нас другие приоритеты. А программы все-таки заботятся о нашей безопасности. А безопасность противоречит успешности. Социального психолога, изучающего проблемы общения, интересует, что происходит с ребенком после того, как он подрастает и естественным образом отдаляется от матери. Все, что наука может сказать на этот счет, можно свести к народной мудрости. Если тебя не гладят по головке, у тебя спиной мозг отсохнет. После недолгой близости с матерью всю остальную жизнь индивидуум должен блуждать между двух огней, пытаясь постичь пути, которыми ведут его судьба и инстинкт самосохранения. С одной стороны, он будет постоянно сталкиваться с социальными, психологическими и биологическими силами, которые не дадут ему продолжать прежние отношения, столь привлекательные младенчестве. С другой – постоянно стремится к утраченной близости. Чаще всего ему придется идти на компромисс. Лиза Фельдман Барретт. Как рождаются эмоции? Доктор наук и профессор психологии Лиза Барретт изучает эмоции с научной точки зрения более 25 лет. Главные выводы своих исследований – она обозначила книги «Эмоции – это не то, что нам кажется». У них нет универсального способа выражения и определения. Например, они сильно зависят от культурного базиса конкретного человека. А если эмоции – это то, что мы создаем сами, так значит, мы можем ими управлять. Хороший трейлер. Да. Знаешь, я порой, читая эту книгу, останавливаюсь и в размышления погружаюсь. И так бывает, что я за день прошел страниц 7, например, и не считаю, что я так медленно читаю. Потому что я смаковал что-то и думал, боже, неужели? Ага. И там идет за этим целая вереница мыслей. Я думал, меня ничем невозможно удивить. Я давно занимаюсь эмоциональным интеллектом. Я учился лично у Дэвида Каруза. У меня даже сертификат Ельского университета. Тьютор по эмоциональному интеллекту. Лично подписанный Дэвидом Карузой. Это один из авторов концепции эмоционального интеллекта. И вдруг, бам, я читаю такие вещи. Ну, это объясняет, например, почему подача блюд в мишленовских ресторанах проходит именно вот с этой всей ритуаликой. Почему тебе объясняют, что вот эта веточка сорвана на высоте 6 тысяч метров, принесена девственницей на рассвете. Значит, а вот это кусочек сыра от уникальных коз, живущих там-то, и которые питаются только ландышами, которые выращивает там семья 16 поколений. И это все имеет прямое отношение к тому впечатлению вкусовому, которое ты испытаешь. С винами примерно та же история. Слепые тесты даже на профессионалах, когда им дают вина с закрытыми глазами пробовать, не рассказывая ничего, не давая прочитать этикетку, они абсолютно теряются. Даже профессионалы, особые циники, подсовывают им белое вино под видом красного и просят описать красное вино. И некоторые профессионалы реально описывают терминологии красных вин, впечатление от вина белого. Что говорит о том, что вино в значительной степени впечатления от него зависит от того, что ты о нем знаешь. Когда оно выращено, где, насколько это, значит, апельсион контроли и прочее, прочее, сколько у него там медалей, сколько баллов он получил по разным шкалам. И вот, боже, боже, или ты пьешь, может быть, очень старое вино, но среднего вкуса, так бывает, но тем не менее ты пьешь старину некую. Эмоции рождаются не из физического восприятия. Нас абсолютно физические рецепторы обманывают. Холодно, тепло, приятно-неприятно, шершавое, гладкое. Это все зависит от интерпретации того, что мы знаем об объекте. И это делает человека человеком, потому что животное воспринимает реальность прямотоку, без интерпретации. Мы же умудряемся интерпретировать. Отсюда и обман, и самообман. Отсюда эмоциональная зависимость между людьми, довольно странная. Это объясняет, почему устойчивые браки, которые, по мнению всех окружающих, этого брака не должно было бы быть, потому что два человека страдают в браке. А они ни за что не расстанутся, они счастливы по-своему. Почему? Потому что эмоции человека... Обман. Да, эмоции человека обман. Это книга именно про это? Или про то, как управление обманом? Ну, обман не обман. Книга не претендует на то, чтобы научить нас вот как-то. Достаточно того, что мы осознаем некоторые вещи, как что работает. Как работает маркетинг, как работает пиар, как работает брак, любовь. Звучит многообещающе, но на практике я не очень понимаю, как это можно применить. Возьмем, не знаю, феномен смерти. Как ты мозг не обучай тому, что, возможно, это переход и вообще разные культуры. Где-то есть культуры, где это изначально кажется самым трагическим событием в жизни, а есть культуры, в которых это не праздник, переход на уровень. Можно ли изменить отношение человека, по твоему мнению, эмоциональное, к таким вот трагическим моментам? Тем более мы сейчас все проходим через трагический период истории. Ко всему можно изменить отношения. Напомню тебе, что в некоторых африканских культах смерть воспринимается, как избавление и переход человека к лучшей жизни. И похоронная церемония – это всегда пляски, крики, радость. Ура, ура, повезло же парню. Дело другое, что, как правило, это происходит в культурах тех стран, где человек всю жизнь борется с голодом, жаждой, антисанитарии чудовищные. И действительно, каждый день его сопряжен со страданиями, и смерть видится ему как избавление. Человек же, живущий в цивилизованном обществе, окружен комфортом, не может воспринимать жизнь и смерть как страдание и избавление от страданий. Это просто трудно дается. Однако любая религиозная концепция предлагает нам то или иное, в обязательном порядке, отношение к жизни и смерти. Она присутствует во всех религиозных концепциях, не знаю ни одной, где это не поставлено во главу угла. Да, есть некоторые концепции, предлагающие нам либо жизнь вечную, либо жизнь вечную в теле, жизнь вечную вне тела, жизнь вечную в виде переселения в разные тела, в том числе и даже не обязательно тела человека. И в каждой этой концепции что-то за жизнью представляется как более привлекательное, чем сама жизнь, за исключением случаев, когда ты накрутил себе карму так, что рождаешься жабой. Ты в карму веришь? Я агностик, я не верю ни во что или верю во все, что в сущности одно и то же. А, ну, тем не менее, цитату... Я ловко вышел из положения. Цитату жабу боишься ты превратиться, хорошо? Да, не хотелось бы. В этой книге я пытаюсь привить вам новый способ думать об эмоциях. Осознаете вы это или нет? У вас есть набор понятий об эмоциях. Что они такое, откуда они появляются и что они означают. Возможно, вы начали читать эту книгу, имея понятия классического взгляда, такие как эмоциональная реакция, выражение лица и эмоциональная цепь мозга. Если это так, то я медленно заменял их новым набором, в котором были интроцепция, предсказания, телесные ресурсы и социальная реальность. В каком-то смысле я пыталась вовлечь вас в новую культуру, называемую теорией конструирования эмоций. Нормы новой культуры могут показаться необычными, даже неверными, пока вы немного не освоитесь и не придете к их пониманию. И я надеюсь, что вы это уже делаете или сделаете. Дай-ка, пожалуйста, раз уж ты такой умный, три совета, как не впадать в панику сегодня и сохранять некую эмоциональность, но в панику не впадать. Ну, во-первых, состояние паники – это состояние, при котором человек готов бежать во все стороны одновременно, но не знает, в какую сторону бежать. Это очень хорошее состояние в момент полной неопределенности. Ну, то есть бегут тигры, неизвестно, откуда саблезубы. Или там горит лес, понимаю, подымаю, но не знаю, откуда придет опасность. Поэтому готовность бежать в любую сторону, как только будет понимание, куда именно. Паника – это естественное состояние. Дело другое, что состояние паники истощает человека, если оно существует долго. Поэтому моя рекомендация, может быть, даже не три, а одна. Нужно маниакально заняться чем-то важным, с жизнью связанным, не абстрактным. А чем-то вот я сейчас маниакально развиваю свое дело. У меня там 72 человека сейчас вовлечены в этот процесс. 24 на 7. Погрузился полностью. Ну, вот все, что связано с обучением и развитием, я строю целую экосистему, где будут и тренинги, и онлайн-программы, и мастер-майнд, и персональная работа с людьми, и сообщество, клуб тех, кто прошел у меня обучение, чтобы они могли общаться и обогащать друг друга в этом общении. Это огромный пласт работы. Я погрузился в нее, повторю, 24 на 7. Ни суббота, ни воскресенье не существует, и все мое время полностью этим заполнено. Однако, когда ты написал, что приглашаешь меня на это интервью, я для этого время высвободил с удовольствием огромным, потому что нужно не только на выдохе жить, но и вдох иногда делать, позволять себе сделать вдох. Чем больше вы загрузите мозг сейчас решением задач, которыми будете увлечены маниакально, тем с большей вероятностью вы справитесь с этим. Вы не можете влиять на ситуацию, нужно это признать. Поэтому все, на что вы можете повлиять, это на свою жизнь и жизнь своих близких. В моем окружении, не близком, но тем не менее, есть люди, которые не выдержали этой нагрузки, и они просто сошли с дистанции. Они потеряли связь с реальностью и возможность эффективно в этой реальности существовать. Вы должны себя сохранить для тех людей, которые от вас зависят. Пять вопросов от авторов этих книг к тебе. Короткие вопросы, отвечаем двумя-тремя словами. Первый вопрос от Гоголя. По какой дороге ты едешь? По кочкам. Харари. Какой смысл переживать о том, что не в твоей власти? Никакого. Пиз. Почему достижения большинства людей так малы? Большинство малого хочет. Чего можно ожидать от человека, живущего в таком обществе, как наше, спрашивает Берн? Чего можно ожидать? Да. Чего угодно. В таком обществе можно ожидать чего угодно. Ну и от Лизы Барретт. Наилучший способ вынести мудрое решение? Посоветоваться с многими людьми, а думать и решать самому. Это был правильный совет и правильный ответ от Радислава Гондопаса. Спасибо за беседу. Пять книг с тобой закончены. Спасибо. Пять книг с тобой. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...